Смотрите, и переходим к частной работе с нашими ягодичными любимыми мышцами. Во-первых, растираем, опять же, вот тут бывает достаточно приятно. Тепло пошло, величё. Особенно многие поясницы делают и забывают, что это место для сочленения крестца с копчиком. Вот тут тоже надо растереть. Это, во-первых, приятно, во-вторых, энергию даёт все наши половые сферы. Кундалини же оттуда поднимают. Давление? Нет, кундалини. А, кундалини, да, да, кундалини прямо отсюда, но чуть пониже. Вот эта точка, кстати, есть, да, где начинается, копчик, да, крестец заканчивается, вот размер крестца. Вот, да. Её можно надавить, провибрировать. Мы уже немножко перейдём к точечным техникам. Простучать даже можно. Больно? Неприятно. Ну, просто неприятно. Ну, вот сейчас боль пройдёт, и ничего страшного. Больно, это наоборот хорошо. И вот эту часть крестцовую давайте проработаем более подробно пальчиками. Внедряемся вот сюда, где заканчивается, ну, сбоку позвоночник, да, позвоночник, да, и начинается вот наша вот эта вот гребёнка, да. Вот между ними пальчиком внедряемся. Тоже можно добавить вибрации. Пройтись по позвоночникам, вот этим остистым, остаткам остистых отростков. Любованные, как бы, обнимая каждый до конца, до этой точки, да. И дальше, вот у крестца, ну, вот эти соединения, да, позвоночные, они дают такие некоторые выемки. В середине этих выемок находится отверстие, откуда выходят нервы. На, сюда, наружу уже, да. Ну, и то же самое, соответственно, и в эту сторону, да. Вот, это то, что я вот отрисовал. Вот эти вот дорожки, видите? То есть, вот так вот они расположены. И вот, скажем, вот так вот. И мы пальчиками между ними проходим и прожимаем вот эти точки. Еще раз показываю. Вы это можете пальцем нащупать. Вот первая точка. Дальше вот вторая. Третья. Вот четвертая. Ну, и пятая, это вот где уже впазина вот эта вот тут мы их тоже промассировали так. Тут мы используем такую же точечную технику шиацу. Шиацу чем отличается от обычного нажатия пальцами, да? Тем, что мы, как бы, в эти места вывинчиваемся. То есть, мы, как бы, вот так вот ввинтились туда и отжались. Ввинтились и назад отжались. То есть, так вот немножко с такой, как бы, вибрацией даже можно что-то добавить. Иногда, знаете, что бывает? Иногда вот у некоторых такой тремор в самом пальце. То есть, когда мы нажимаем, он начинает с самой ближайшей, да? Это даже, наоборот, полезнее получается. Поэтому, потому что мы, как бы, да. Ну, знаешь, когда вот пережимаешь его, он сам начинает дрожать. Такое иногда бывает. Ну, бывает иногда, когда садишься, неудобно, у тебя коленка начинает дрожать, да? Вот то же самое бывает в пальцах. Вот это тоже хорошо. Далее, смотрите. Вот, ты говоришь, что тебе вот тут было больно, да? Да. Еще раз повторяю, нервы выходят здесь, да? Такой пучок. И он объединяется в седалищный нерв. Где-то вот на этом уровне и идет вот в ноги. Нервируются ноги. Но болит-то нерв по другой причине. Не потому, что он сам где-то воспаленный. Ну, конечно, это может быть и грыжа, да? Но чаще всего, опять, 90% случаев скажу, что это мышцы. Седалищный нерв. Зажимается грушевидной мышцей. Она вот тут идет, да? И она его передавливает так, что ему просто больно. Прижимает его к косточке. Значит, как мы его проверяем? Проверяем тем, что вот эту ногу пытаемся присоединить. Вот смотрите, вот видите, дальше она не идет. Сколько расстояние? Ну, примерно вот кулачок с пальцем, да? Берем еще раз, проверяем, где тут зажимы. Мы их почувствуем. Они прям бывают толщиной с палец, с два пальца. Вот такой вот, ну, миозит практически. Тут вольно, да? Да. Значит, она отсюда идет. Так, а вот тут, где соединяется с ногой? Ну, здесь нет. Вот тут невольно? Ну, так, терпимо. Вот тут можно проверить, да? Как говорят на давление. Тоже такая точка есть, может провибрировать. А по сути, нас интересует вот эта вот мышца, которая… Вот здесь она, да? Сейчас мы найдем, где она заканчивается. Вот здесь, да? Вот здесь уже нет. А вот тут? А вот здесь? А вот тоже нет. Нет, да? Значит, она вот здесь. И мы будем с этой точкой работать более глубоко. Какие есть способы, да? Во-первых, можно нажать. Потерпи. При этом, знаете как, предлагаем человеку вдохнуть и задержать дыхание. На время нажатия. Давай вдыхаем. И через боль терпим, терпим, терпим. Расслабляемся. Проверяем. Ну, вот уже почти до кулачка. Да еще плюс. Чуть-чуть палец. Помните, было вот до сюда? Сейчас его до сюда затягивали. Теперь. Второй способ. Это вибрация, да? То есть, можно пальцем надавить, а можно прямо вот костяшками все его кулака. Как следует его провибрировать. Это больно бывает? Это больно. Больно? Ага. Вот. Костяшками немножко больнее, да? Потому что острота больше, да? При этом, вот я рекомендую каждое вот такое движение все-таки заканчивать такими продолговатыми массирующими движениями, чтобы все-таки кровь рассасывалась. Чтобы кровь рассасывалась. Поскольку мышцы вот так, да? Мы действуем перпендикулярно этим мышцам, чтобы их вот немножко так вот растянуть. Понимаете, да? Так, проверяем еще раз. Вот. Чуть-чуть. Небольшой эффект нам уже кулочка касается. Тогда, третий способ. Берем локоть. Ну, во-первых, локсевую технику мы должны уже подготовить для того, чтобы размассировать всю эту большую группу ягодичных мышц, да? Захватываем их от бедра практически. Вот так вот. Это я вам движение показывал, да? То есть, иду вот не только косточкой, да? А прямо вот локтем. Прямо локтем я так вот активно массирую, пока не разогреется. Тут обычно клиент чувствует тепло такое приятное. Есть, да? Есть. Подтверждаешь? Подтверждаю. Так, теперь четыре полосы вот так вот рисуем. Раз, два, три, четыре, да? Для глубокого прохождения нашего локтя. Раз, два, три, четыре. И вот у нас была вот эта болевая точка, да? Ага. Они еще, знаете, как находятся эти точки? Ломастером. Ну, смотри, вот, ладно, без ломастера покажу так. Примерно где она находится. Ну, и вот так можно зрительно, да? Ну, вот раз точка, да? Болевая, вот два точка. А вот три, где с такой-то с ногой, да? Получается вот такой треугольник, да? Если его разделить бисектрисой вот так вот, да? Вот бисектриса идет, видите? Был треугольник равносторонний, да? Бисектрисы поделили. И вот посередине этой бисектрицы, вот, будет точка. Вот, как правило, это самая болезненная точка, да? Как правило, спазмы все здесь. Поэтому именно сюда устанавливаем локоть. Провибрировали локтем, да? Покрутили вот так вот глубоко, глубоко, глубоко. Если больно, можешь стонать. Стони. И идем на срыв. Прямо перпендикулярно, вот туда. Перпендикулярно оси позвоночника, да? Так, как боль уже прошла? Ну, сейчас прошла. Говори, говори. Так, и проверяем. Вот, смотрите, до конца. Бойло до кулака, да? Ну, вот. Ну, четыре пальца вот. Четыре пальчика, да? Еще раз проделывать такие манипуляции, мы можем навести до того, что нога полностью будет соприкасаться. Ну, я, конечно, могу силой, да, надавить. Ну, примерно вот это вот. А я думала, что это растяжка. Да. Но это не всегда растяжка. Растяжки наши блокируют именно вот это вот мышцы. Они же цепляются. Одна мышца за другую, другая за третью там, и так далее. Там триггерные точки есть такие, которые тоже. Сначала массаж, потом растяжку. Да. Перед растяжкой ходите сначала на массаж. Вот. Ну, и давайте. Чтобы на шапогате есть тоже массаж. Как? Чтобы на шапогате есть тоже массаж. Ну, а почему нет? Это же подготовит организм. Кроме того, есть массаж сустава, на который уже во время массажа у вас растягивают суставчики. Далее, смотрите, давайте обработаем вот эту подвздошную косточку, да. Тут вот есть такие шарики. Тоже там любят собираться все возможное отложение. Вплоть до солевых. Какие-то шлаки. Это надо обязательно размассировать. Жировички тут маленькие часто бывают у людей. Пальчиковая такая техника, более глубокая. Видите, я уже практически туда внедряюсь. Это я прошел все над подвздошной косточкой. Теперь по самой ее гребенке прошелся, да. И прошелся под ней. Вот так вот, где уже мышцы крепятся. Получилось у меня три направления вот такие. Запомнили, да? Далее вот показываю. Здесь вот выступает бедренная кость, да. Шаровидная ее основа, которая там в глубине находится. Здесь вот она выступает, а подвздошная косточка идет вот так. И от нее лучами идут вот так вот мышцы. Они вот крепятся к этой подвздошной косточке, да. Значит, часто у людей бывают миозиты именно вот на этих мышцах. Даже не могут ходить, некоторые там сидеть ровно. Как миозиты можно определить? Это вот такие жесткие уплотнения. Прямо мышцы такая жесткая становится. Как деревянные. Вы ее прямо можете нащупать. Например, здесь не больно? Нет. А вот здесь давай. Вот тут больно, да? Вот тут больно? Нет. Вот это что я проверяю? Крепление этих мышц, да. И опять же такая точечная техника. Мы берем на вот эту мышцу. Она крепится. Вот здесь, да, болит? Ага. Давай вдыхаем. И сильно давим. Терпим, терпим, терпим. Расслабились, да? Вот. И после этого я всегда все, вот еще раз повторяю, все вот эти точечные движения закрепляю тем, что растаскиваю кровь по большей широте вот этих мышц, чтобы локально не болело. Тогда у вас, у ваших клиентов никогда не останутся синяков. И тогда они никогда не будут жаловаться. Потому что если просто нажать, в этом месте будет синяк. Понятно, да? Поэтому обязательно энергично растаскиваю вот эти вот сгустки крови, чтобы не было никаких синяков двумя руками. Вот. И теперь давайте я вам покажу, что мы сейчас проделали. Мы проделали несколько способов, да? На доске я покажу. Откуда берутся вот эти боли? Боли берутся из мышцы. Как правило, мышца как выглядит? Она такая геретенообразная, да, какая-то. И волокна у нее. Да? Мышцы крепятся к чему? К косточкам. Ой. Например. Так идет кость. Да? Вот тут на косточке бывает бугорок. Специально для того, чтобы крепились мышцы. Они крепятся, соответственно. Ну, здесь вот, да, сухожилиями. И вот здесь вот. Под мышцами идет нерв. Ну, где там? Вот тут выходит. Вот тут проходит. И дальше вот выходит, например, вот такое, да? Специально для конца я там рисую, чтобы было понятно. Вот. И, соответственно, опухшая мышца, спазмированная, перепруженная, заблокированная, или как только их называют, она его передавливает, да? Прижимает к косточке. И, соответственно, на ней идет сигнал, ну, там, в конечность, в ногу, например, да? И, поэтому, вот, как бы, нога немеет, там, боли всякие происходят. Откуда проблемы берутся в мышцах? Из-за того, что где-то есть сгусток крови, так называемый, да? Плохая кровь, она вот есть такие методы ауто-гемотерапии. Слышали? Когда вот кровопускание делают, откачивание крови, честно говоря, я к этим методам приношу еще и синяки, банки, это тоже ауто-гемотерапия. Когда вы искусственно вызываете вот этот синяк от банки, да, например, и он образуется, ну, часто говорят, или даже вот этими методами гуаши, он тоже использует эти вот способы, когда искусственно делает синяк, да? Дело в том, что синяк, гематома, да, не образуется просто в любом месте, она образуется в слабом месте. Значит, там уже какая-то слабинка была. И, как мы помним, синяки, они же меняют свой свет. Сейчас становятся там бордовыми, потом коричневыми, потом синими, да, потом там зеленоватыми такими, потом более бледными, да, потом желтоватыми, и потом только проходят. Это почему? Никогда не спрашивают, не задавали запросом. Не спроста. Потому что кровь начинает работать. Коричневый синяк – это там гемоглобина, да? Зеленоватый, голубоватый – это билиорубин начинает работать в крови, да? Когда он становится желтоватым, это что? Лейкоциты включаются в действие. Лейкоциты – это лекари нашего организма, в котором все вот эти вот продукты распада в области синяка, да? А это, как бы, ну, некоторые говорят, как микротравмы, да, гематомы. Ну, продукты распада их куда-то надо деть. Делятся клетки, там, бактерии, возможно, умирают, там, может, что-то еще. И все, вот лимфа – это все растаскивает. Лимфа и лейкоциты. Поэтому синяк, когда проходит, он становится желтым, а потом бледным и вообще выисчет. Как мы воздействуем на мышцы? Ну, массажными методами, да? Если вот тут вот такой сгусток есть крови, а она прям бывает аж такая черная, если вы видели, когда в банку такую вот резать, в банку скапывается кровь, не видели никогда? Видела, да? Она туда сливается прям густая, черная, как сметана, как смола, представляете? Это ужас! И это реально у нас такая зашелкованная кровь. Вот здесь вот еще раз подкачивают, ставят банку. Да-да-да, на шее часто ставят, да. Вот в этих местах проблемных. То есть откачивается вот эта натурная кровь. Ну, часто пиявок используют, они с помощью метода герудина. Они как бы разжижают вот эту область, да? Мы, массажисты, массажем начинаем прокачивать, проглаживать эту мышцу, да? Уводя кровь в разные стороны, чтобы она начинала работать, чтобы она выходила, да? И вот этот сгусток, он уходит. Когда банка наполняется, вот если вот кровопускание делают, это черной кровью. Потом начинает красно-алое идти, все, ее снимают. Потом уже все, освободилось это место локальное, да? Она уже оздоровилась, кровь пошла свежая. Вот это первый способ, да? Мы массируем. Дело в том, что мозгу, на самом деле, все равно откуда он получает сигнал? Из этой точки. Из этой точки. Из этой точки. Или из этой точки. Они все идут в мозг. Он говорит, что да, в этой области боль. Есть какая-то боль. И приказывают либо заблокировать эту боль, то есть еще больше мышц нагнетают сюда, чтобы они сковали место так, чтобы оно лично не травмировалось, да? Либо говорит, что вообще отключить этот нерв, раз, перерубает этот нерв. И он потихонечку начинает атрофироваться. У человека не только не менее происходит, а вообще и паралич конечности какой-то, понимаете? Потому что боль настолько сильно, что прямо организму легче избавиться от этой конечности, чтобы лишний раз не терпеть боль. Когда мы нажимали точки, да, мы нажимали где? Во-первых, вот здесь, локтем, помните, я давил? В середину. То есть, практически этот густок разжимался, а потом я его как бы на срыв, как раз, срывал, и кровь, она как бы вот холкнула по мышцам, там ушла в свои каналы, в русло генозные и рассосалась. Второй способ, вернее, это был второй способ. Третий способ, когда мы передавливаем точки здесь, либо вот здесь. Точечка, помните, я вот нажимал, да, показываю? На спазмированные мышцы, получается, что мы давим, и происходит эффект шланга. Где-то кровь подходит, она скапливается, скапливается, а сюда в мышцы не идет. А здесь вот эта пробка, да? Потом, когда вот со шлангом мы ногу убираем, сразу поток вот этот хлынул, да? Так же и тут получается, вот хлык хлынул на кровь. И как вот прошибает, да? Да, и как вот прошибает, да. Поэтому вот иногда бывает одного раза, чтобы прошибить недостаточно. Вот можно на эту точку, там, раз, два, три, там, четыре нажать, да? То есть, как бы кровь сама начинает прошибать, чистят. Вот еще просто такой небольшой нюанс. Некоторые говорят, ну, там, от врача после рентгена, там, говорят, у вас вот эти вот бугорки на костях увеличены. Почему они увеличены? Вот этот бугорок. Вопрос в том, что он же просто так не увеличивается. Бугорок увеличивается, потому что вот натяжение в этой мышце какое-то усилено. Оно очень большое, да? И наконец-то начинает понимать, ага, если там мышца как-то перекачена, или там что-то постоянно давление идет, он сюда нагнетает материалы кости, чтобы они крепче держали эту связку. То есть, опять же, проблема-то не в кости, а проблема, опять же, в мышцах. Поэтому мы, массажисты, делаем самое благородное дело, которое вот до сих пор по достоинству не оценивается. Мы такие проблемы в будущем убираем у человека, который бы он потом лечился там, ну, совершенно другими методами, операциями и так далее, да? Понимаете? Нам, массажисты, надо ставить памятник. И вот я хочу, чтобы мы также грамотным клиентам объясняли, что, действительно, та работа, которую мы приносим им, это вот раньше было достойно только царей, только там высокие чины могли себе это позволить, да? А сейчас это вот достаточно дешево, в массы мы запускаем эту профессию, поэтому каждый может воспользоваться. И цель массажа – это профилактика. Прежде всего, не когда уже все плохо и болит, да? А для здоровых людей, я люблю все время говорить, что я люблю работать со здоровыми людьми. Да, тоже, да? Вот, со здоровыми людьми, потому что это профилактика их будущих заболеваний. У меня есть люди, которые 20 лет ходят на массаж. Представляете, каждую неделю 20 лет ходят на массаж. Ну, подсаживается, не хватает вообще. Да, уже подсаживается не хватает. Но это, как хороший наркотик. Да. То есть, это неплохо. Вот, смотрите, вот эту вот ударную технику мы тоже используем, да? Вот, внедрились вот в это место, часто бывает здесь, вот зажим. Больно, до такой степени, что когда я нажимаю, человек прямо «а-а-а» говорит ему «хорошо». Тогда можно нажать и простучать. Видите? Мы из пальца делаем как бы молоточек. Ну, не удается с этим, давайте с большим, с большим проще, да? Так вот сделали. В общем, в каком получается. Пристучали. также вот эту точку да так же можно вот молоточек такой сделался большого пальца ну главное чтобы ногти у вас не было да чтобы не травмировать и чуть-чуть простучали потом смотрите вообще вся эта область она часто бывает но забита зажатым и никогда не занимаемся и даже массажисты и мало уделять внимание поэтому можно весь вот этот треугольный крестец да весел можно простучать если вот так достаточно больно отдается череп нет надо будет зажата все в череп отдается тогда делаем смотрите одну руку для скота да а второй рукой бьем да получается мягче то есть мы не бьем если не хотите травмирую человека чтобы вот так сразу не бить причем удар ведь наношу в сторону от центра позвоночника чтобы опять шла декомпрессия опять ту же сторону также когда мы стучали по этой косточке помните в ту сторону встречали то есть угол нашего давления шел вектор вот туда в пол также здесь но просто если вы хотите послабее стучать да предлагаю поставить еще одну руку и как бы вот бьете по руке а сюда чуть-чуть соскальзывает мягче удар будет но опять же те же самые такие вакуумные подушечки это уже не чувствуется да после первых ударов вот так ну и лапу леопарда помните я показывал в данном случае она расходится вот так то есть у нас крестец имеет вот такие шишечки да и мы стараемся вот мышцы от них отодвинуть вот туда который крепится вот сюда вот мы вот так вот проходимся поэтому стараемся сжать кулачок рядышком до близко друг другу а тут идем на расширение расширение так активно двумя руками на расширение вот такой вот еще прием смотри да ты правильно говоришь так его легко можно поделить вот ищем вот эту точку да где впадинка позин когда потом вот эта точка на тоже будет болезненная точку где крепится уже мышцы к ногам здесь да где-то вот тут вот у нас получился это все легко смывается может скажешь что это за все кто-то ступила треугольники рис вот на бедрен треугольник да если мы от него нарисуем биссектрису посередине до делим биссектриса такая крыса который делит угол пополам вот это да и у него обозначен центру это биссектриса вот как правило он практически 100 процентов попадает именно в то место которое более всего больно да вот у него косточка закончится здесь да вот это вот на этом промежутке значит умеет это спазм идет вот вот в этом месте надо давить кулаком тогда а у нас кулаком да что мы делаем кулаком и кулаком да и локтем а локтем а что делаем мы делаем вот если вот и раскачивать качем и потом перпендикулярно это мышцы вот туда вот на срыв идем чтобы это застануть да да вот туда вещества раскачиваем сюда вращаю в любую сторону куда удобнее и резко резко так это не всегда получится с первого раза потренироваться или смотреть или вот так вот берем извини потерпишь да так нам срываем проверяем ногу нажимай сильно глубже глубже теперь проверяем ну вот четыре пальца уже касается должен кулак значит надо еще но уже четыре пальца видишь еще ниже то есть можно найти вторую точку вот здесь до демон точку рисовали как раз вешим да тут больно вот тогда берем здесь да то же самое продавливаем да я надавлю ты вдыхай воздух и терпим где-то секунд 10-15 уже боль должна уйти посмотри где-то вот три пальца на этом палец точно меньше уже стало видеть и так постепенно мы можем дойти до того что полностью расслабим вот этот вот синдром все дальше нервы смотрите вот о чем мы говорим вот это вот крестец да тут сама с выходами нервов да вот копчик к нему крепится тазовые кости внутри тут есть такая выемка где шаровидная косточка косточка бельцовая вот она пошла вот так вот бедро наш г на шаровидного часть часто тогда протест ставят да то ставят именно вот эту часть заменяют там титановую какую-то еще вот она именно такая как у робота практически да вот что мы делаем а ямка ну да тут как бы мышц нету мышцы есть внизу вот как раз мы сейчас нарисуем мастер мышцы соответственно вниз до бедро пошло и мышцы которые крепятся к вот это воздушные косточки вот так вот так вот сюда идут да вот получается то вот этого от этой косточки до бедренной они вот так верно крепится к воздушных костей нашего тазах здесь как раз бывают миозиды вот почему все время поговорим да какая-то из этих мышц спазмирована то соответственно переживаем точку здесь или здесь да или спазмирована вот здесь вот примерно вот так вот где-то вот ну здесь примерно выходит та самая большевитная мышца до крепится вот где-то к этой кости здесь да мы когда вот давили до находили этот треугольник эту точку мы доверили причем вот где-то здесь да эти вот треугольники которым рисовали мы брали точку здесь одну точку вот здесь вот эту вот это на толстке не видно все таки туда загибается да то есть на пересечении бисектрисы вот это здесь как раз у нас и было пережата пережат седалищный нерв это грушевидной мышцы понимаете да вот а нервы они выходят отсюда идут соединяется здесь такой толстый нерв он уже пошел по ноге дальше вниз соответственно когда мы проходили вот эти точечки до гребеночку вот откуда гребень доберется это же каждого позвонка который идет вверх но если только остистые отростки на спине да у меня есть еще боковые отростки за боковые отростки когда вот у этих пяти позвонков скрепостились слились да они формируют вот такие вот такой гребенку то есть как можно немножко нащупать именно между ними находится выход этих нервов именно сюда мы вот эти точки пунктурные прожимаем стимулируем активизируем готов с нервной системы которая дает нам активность нашего сердечного нерва вот для чего мы это делаем у некоторых людей действительно болит что-нибудь где-то спереди получается а на самом деле это все равно мышцы идет вот от этого бедра то есть можно еще вот так вот найти спереди опять же мышцы когда вы будете прощупывать глубоко не у каждого человека это конечно можно прощупать но вы прям увидите они как струны пальчики такие и каждую из них можно каждый пучок по можно посчитать даже вот до этого ну вот давайте так и значит мы проделали вот эти вот локтевые техники спиной да и продолжаем работать теперь с ягодицами закончили разжатие раскрепощение всей мышцы широчайшей спины проходимся еще раз сбоку убираем лимфу вот туда и отводим до подмышечную зону их по ходу туда сразу перешли на ягодицы разогреваем сначала опять растиранием в принципе я тоже показывал поэтому подробно останавливаться не буду копчик крестец поясницу зону подвздошной кости всю ягодицу растерли проработали кулачками хаотично да прошлись здесь здесь вибрации вот такой и далее вот это помните показал движение расходится лапа леопарда ширь раскрепощает вот эти вот мышцы где они стыкуются с крестцом и вот тут мы их растресали там где они стыкуются с греблем подвздошной кости и далее переходим более точно такой техники устанавливаем палец поглубже у некоторых это место очень болезненно бывает поэтому нам надо глубоко залезть и мы там где промежуток вот между позвоночником и греблем подвздошной кости вот такую шишку да вот там где ямка находится да вот видите ямки ямки там где крепится крестец от него начинается 5 позвоночный позвонок поясничный позвонок гребень немножко выше вот это идет гребень подвздошной кости идет чуть выше да вот мы его прорабатываем браться еще вот так одно место параллельно еще прошлись ниже и чуть выше опять же от центра к периферии гоним лимфу сюда упираемся сюда пальцем и прорабатывать это место подробно где вот тут мышцы которые крепятся к крестцу вот болезненно некоторые люди прям поют в этом месте причем разными нотами я иногда говорю что извлекая звуки здесь нажал а тут по разному поют находимся и как бы любовно обнимаем каждый позвоночек который у нас в кресте находится входим их и закрепляем то место где начинается крестец вот этой точкой эта точка на самом деле акупунктурная очень хорошая мужчинам полезно для профилактики простатита лично тоже полезно сексуальное возбуждение вообще это все зона она такая позволяет сексуально возбудить человека насыть всего энергетикой до кровью органы малого таза и соответственно можно побольше проработать и пожестче если хотите можно кулаком прожимать вот так вот хватает сил даст со второй рукой прям всем весом можно вот так вот надавить сюда и проработать до красноты можно ее простучать кулаком особенно женщин у них это место очень крепкая и достаточно сильно если хотите сбавить силу да то можно такой как бы скользящий скатывающий удар устанавливается руку под 45 градусов да одну ладонь а вторую ладонь бьете через эту руку соскальзывает валентина так мягче да вот проработали да опять же эти точки но во первых вот эти точки да если болезненно здесь идет до защемление идет от этих мышц на самом деле нерв он проходит чуть выше то есть если боль здесь то нервный корешок идет от верхнего осуществления позвонков он просто здесь проходит вниз и мышцы вот эти вот они перекрывают то есть вот их можно так разжать глубоко проработав также можно вредить туда палец да и как инструменту такой маленький молоток у нас получается да его включать видно да да то есть включать просто вниз или все-таки в сторону вниз и чуть сторону да вот сюда показываю простукиваем именно в промежутке между подвздошным костью да и позвоночником вот такой вот есть размером сантиметров полтора может быть какой-то зазор далее когда у нас крестец мы обрабатываем да крестец это что такое это 5 сросшихся позвонков если они срослись то у каждого позвонка еще помимо российских отростков которые мы говорили которые мы щупаем да у них есть еще поперечные отростки идущие вот так вдоль всей спины и здесь тоже они есть соответственно если срослись пять позвонков то между ними образовалось четыре таких отверстий до 1 2 3 4 между вот этими поперечными отростками понятно да там тоже находятся такие дырышки анатомические через которые выходят нервы наружу эти нервы потом соединяются где-то примерно посередине ягодицы и превращаются в огромный самый мощный нерв нашего организма седалищный толстый нерв такой идет который все ноги питает всю ногу до кончиков пальцев соответственно их тоже хорошо простимулировав простимулировать такими вот точечными воздействиями вот находим да вот это место где дырочка да это можно щупаться и провибрировали следующую провибрировали и 4 5 6 место это получается вот здесь провибрировали вокруг этой косточки тоже такое место излюбленное где любят откладываться шлаки любят откладываться соли всевозможные тут часто бывает болезненно людям даже может под пальцем пощупать такие там шарики карточки такие бывают вот это нажатие они взяты из техники шиацу точечная такая пунктурная техника что такое шиацу это когда мы не просто нажали да а мы как бы ввинчивая себя мягко в эту точку и вывинчиваемся обратно то есть они ввинтились и вывинтились как будто вы шурупчики закрутили выкрутили закрутили выкрутили 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 ну то же самое потом будем с этой стороны обходить да еще раз их разжали эти мышцы до которые отсюда идут и находим точку здесь на болезненно да а вот здесь тоже да вот чаще всего это спазмированные мышцы которые переживают все дальше нерв где-то вот тут проходит и тут больно да и можно найти вот эту точку где чаще всего болит таким способом рисуем это вот точку до рисуем в ту точку где крепится праведная часть до рисуем вот эту точку где крепится грушевидная мышца здесь получается да и у нас такой выходит треугольник где он там треугольник в объеме геометрия лобачевского получается такая деление не пересекается и соответственно вот тут мы находим середину да здесь она и рисуем бисектрису вот ровно посередине до бисектрисы как правило попадает та самая болезненная . где нерв болит и это всегда лишь нерв по сути болит не сам по себе из-за того что мышцы которые сверху находится да они перенапряжены они его сдавливают вот эти мышцы можно нащупать они во во-первых идут вот где-то тут могут укрепиться спрашивайте пациент где больнее здесь а вот тут вот тут меньше да а вот тут вот просто тут видно некоторое напряжение этих мышц здесь больнее да вот теперь обратно сторону ее можно нащупать до пройти вот она такая бы жестковато здесь больно да где-то тут наверно а вот тут здесь нет да здесь нет значит она больше спазмирована вот в сторону вот здесь и что мы делаем и что мы делаем мы делаем несколько таких приемов нарисую вот и тут если там есть какой-то ну как говорится в народе забиты мышцы до или закрепещены и что-то еще это все кровь это где-то какой-то сгусток крови да вот вот проходимость страдали соответственно там начинают какие-то такие процессы идти пока это все не за ну те даже такие понятия используют там деревяннообразные мышцы до желеобразные или когда они твердо становятся глинянообразные потом деревенеет помни каменеет иногда это в такой камушек образуется особенно на спине под лопатками что его очень тяжело разбить это используются прямо очень жесткие методы очень жесткие техники или вот такие вот средства чтобы прямо промять этот камушек продавить его но эта мышца лежит на косточке как правило да ну вот где-то кость идет так вот она крепится на 1 кость и вторая где-то так идут да тут у косточки есть бугорок которым крепится мышца здесь мышца крепится ну тоже бугорком и вот получается сгибательная функция да когда мышца сокращается кости сгибаются да мы можем пальцы гнуть или скачать когда мышца расслабляется то кости выпрямляются потому что здесь другая мышца которая сзади выпрямительная под мышцами где-то проходит нерв вот так вот да выходит дальше и разветвляется вот это вот сгусток он давит на этот нерв где-то идет область боли в этом нерве да все мышцы заканчиваются сухожилиями любая мышца так заканчивается и в мозг поступает сигнал соответственно либо отсюда либо отсюда он поступает вот эти все три точки для мозга практически равнозначны он не разделяет где конкретно болит поэтому часто бывает иногда что боли эрадирует в другую совершенно область чем он конкретное место поэтому есть такое понятие триггерные точки когда мы смотрим например ногу до болит и кран на самом деле боль идет из бедра проверяем бедро а боли идет не из бедра а из ягодицы проверяем ягодицы а боли идет из спины и вот так мы повезем точку можем примерно поступательно дойти до того места откуда на самом деле боль идет но в данном случае мы сейчас говорим про лечение как это от этого всего избавиться да вот сейчас ягодицы мы говорим что например это та самая пресловутая грушевидная мышца соответственно либо мы воздействуем на эту область когда мы массируем как правило что делаем мы разглаживаем да вот я все время говорю от позвоночника к периферии да мы эти мышцы разглаживаем или упоминаем это глубоко чтобы рассосалось это место то есть растягиваем кровь начинает проходить да она как рассасывается с возьмем участок либо делается укол в это место массажисты профессионалы нам уколы не нужны да обойдемся без них вот ягодичную мышцу там такая игла прям уж сантиметров 15 наверное туда накачиваются возможных средств седативных энергетиков там каких-то еще такую коктейль делают из 17-18 компонентов представляете вкалывают сюда и вот эту ягодичную мышцу именно вот эту точку про который он показывал да вкалывают и все проходит отпускает иногда в позвоночник тоже также также ходят очень глубоко прямо до самого позвонка чтобы отпустить эти мышцы но это в жестких запущенных случаях мы же можем что использовать мы можем использовать точечную технику когда мы передавливаем вот здесь это место крепления мышцы где он показал сейчас да вот сверху возле крестца либо вот эту точку передавливаем передавливаем пальцами достаточно сильно это больно бывает но на самом деле какого эффекта достигаем того что кровь она как шланг сюда входит то есть если шланг где-то засорился да мы с одной места пережали с той стороны накопился напор потом открыли резко и этот напор пробивает пробку проталкивает это все также у нас кровь тоже работает где-то если мы переживаем то порталкивает все и четвертый получается способ да мы резко растрясаем вот это место то есть тоже прямо в этом самое болевое место где этом крестиком пометил резко-резко-резко-резко-резко и вот так рука идет на срыв то есть мы вот эту мышцу прямо резко выгибаем вот так вот и как и звука стреляем распрямилась протряслась да и как бы облегчилась освободилась иначе если мы это не будем делать то мозг будет чувствовать боль чувствует 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 а потом он берет и просто-напросто надоело ему это чувствуется у него начинает омертвляться нерв корешок зажимается нервом да он просто отключает одно облазь отключил второе облазь отключил чувствительность пропадает вот на месте сюда не менее происходит всевозможное потом вообще может включить этот нерв вот этот да вот эти точки отключил и получается параллельщик или что-то еще поэтому уж лучше потерпеть боль во время массажа время этих мануальных техник согласны чем потом с этими последствиями бороться поэтому давайте сейчас перейдем непосредственно к этому месту смотрите как мы думаем поступаем еще раз нарисую . было где-то здесь да а болела у нас вот тут мышца да здесь вот мы проработаем а то место потом смотрим здесь тоже да второе место дальше он здесь тоже езды вот третье место нету здесь вот эти мышцы они вот отсюда идут от шаровидной нашей от шаровидного сустава бедренной кости да они вот так вот веерно идут и крепится к подвозь на косточке чтобы по очереди как бы когда они напрягаются да мы таким образом поворачиваем ногу во все стороны и соответственно мы берем вот эти точки сколько минут у нас 3 до 1 2 3 и прожимаем знаете как на вдохе то есть я буду нажимать вы валентина задерживаются дыхание и и расслабляетесь через боль расслабляетесь через боль слышите да а потом я отпущу так давать нажимаем вдыхаем терпите и расслабляетесь было бы чувствовали да можно становится может кричать потом вот это место до прожимаем через боль расслабляемся следующее место где у нас было здесь да тоже нажимаем вот одного раза бывает достаточно уже может полегчать человек соответственно здесь в середине этой мышцы да вот что нарисовал здесь так вот нажимать бессмысленно но сейчас мы мы не проверили вот тут можно такую диагностику провести берем ногу человека было сразу сделать и проверяем насколько она касается ягодицы видите дальше не идет немножко же сильно силы нажать до естественного предела примерно у нас это вот кулачок и еще один сустав нашего большого пальца да значит продавливаем еще так вот тут больно то есть вот нажму поцепить чуть-чуть терпим терпим выдохнули то где у нас было вот туда еще раз еще раз вот проверяем насколько это уже даже видно да же ладно вылезает ведь да это было вот такое расстояние сейчас кулачка дальше не идет следующего вас на котором мы действуем это вот на вот эту можно воздействовать непосредственно на эту мышцу как я говорил потерпите да ради здоровья надо терпеть как я говорю своим пациентам терпите иначе не будет терапевтической терапевтического эффекта терапии терапии терпения даже на коренные слова правильно резко резко и разогреваем 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 вот то есть мышца у нас идет примерно вот так по диагонали да мы просто можем можем даже так прощупать где хорошо прощупаться вот она это место да с размером разогреваем растираем стираем страя глубже 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 потом что его было надо сможете кричать или это место еще локтем тоже вот так вот с первым разом уж не получится на попробовать проработать вот так через боль и на срыв вот так вот перпендикулярно срываем в сторону все еще пройдет сейчас пройдет уже почти три пальца касается видите чуть-чуть три с половиной пальца а до этого был кулак это было так вот видите потихонечку мы раскрепощаем ваши эти мышцы пока нога совсем не коснется то есть у здорового человека пятка касается легко ягодицы японцы все сидят на пятках у них нет таких проблем это должна касаться другой ягодицы тоже не касается пятка должна опускаться вот да вот это косточку до сюда тоже вас видит сколько расстояние еще сантиметров 15-20 если проблема действительно очень серьезно то можно человеку положить навык давайте накроем поворачивайтесь на вот этот бок можно прям не до конца так чуть-чуть все за захватит руку под голову вот это много сгибаем легко да и смотрим . тут была . да вот берем ее зажимаем работаем резко через боль если будет покраснение это только лучше так потом было вот тут . да здесь вот туда тоже берем прямо можно вот каким-нибудь острым пальчиком вот так вот внедриться и если у вас не хватает сильно пальцев можно взять опять же вот такие вот инструменты и вот так вот это место проработать тут тоже да вот а эту точку мы прорабатывали про нее забыли . да там уже все болит но вот тут уже стало все гораздо мягче вот я сейчас на ощупь методом пальпации вижу а вот это осталось еще да болезненно да да вот еще раз эту зону берем вот так просматривать все вот эти мышцы они вот так вот от это косточки идут вот досюда вот досюда вот досюда вот досюда даже могут болеть все ложится обратно на живот вот такая вот интересная техника которую нигде практически не преподают зато сейчас мы проверим вашу ногу ну вот три пальца уже точно касается вот видите а начали мы с чего начали вот с этого расстояния то есть вот мы где-то сантиметров сколько тут 7 8 до 7 8 сантиметров мы сейчас прошли но не до конца еще видите я вас немножко жалею и с первого раза не надо стараться сделать все на сто процентов не надо тот человек в шок придет и больше помощи не вернется или еще что-то там подумают о вас плохо поэтому детстве постепенно обычно хватает это 5-6 минутам 7 сеансов на то чтобы восстановить движение суставов движения ноги седаешь не успокоить да и после этого мы заканчиваем движение наше с ягодичными мышцами локтевой техникой но во первых я вам показала что можно вот локтем это все прожать вот так вот потом берем локоть и параллельно тело человека проводим 3-4 раза так глубоко внедрять раз полоску два три четыре параллельно да опять же в сторону от поясницы туда да мы все время смысл туда растянуть туда вниз далее широким хватом мы можем это движение сделать вот прям из-под мышечной спазины спины и то же самое эффект рубанка прием рубанка нашего до растираем эффективно потом берем руку добавляем и круговыми движениями обрабатываем весь этот мышечный блок то есть если помните мы делали вот такие движения маленькие на маленьких участках здесь конечно такой участок огромный поэтому всю локтевую технику используем чтобы вот это все промять промяли главное идем к лопаткам локтем а это рука нас в кулаке догоняет меня догоняет догоняет а здесь уже мы подняли тропинцевидную мышцу проминаем ее 1 2 3 4 тоже от центра к периферии таким образом мы переходим в дальнейшем к обработке лопаточной зоны на этом давайте этот урок с ягодицами закончим как правильно делать массаж ягодичных мышц как избавить от и шалги и от и ищемического эффекта иннервации в ногу до от этих вот протрузий которые здесь могут передавливать нерв то есть смотрите нерв может передавиться до либо протрузия 2 грыжи в этой области либо от спазмов мышечных либо он может быть просто застужен может быть как-то проветрили вы или там резко с жаркого на холодно убежали мышцы спазмировались вот от этого мы сейчас всего избавляем а с нападкой мы будем работать в следующем нашем видео уроке так что не забывайте включайте нас и смотрите следующее видео